Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Предпринимателям известен тот факт, что контролирует бизнес с нескольких структур. Налоговая, Роспотребнадзор, Трудовая инспекция, Пожарная охрана, Прокуратура и другие. Основной способ надзора – это проверки. Они делятся на плановые и внеплановые. А вот кто и как их осуществляет, я поговорю сегодня с моим гостем в студии, директором компании «Госпроверка» Денисом Коноваленко. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Ну что же, очень интересная тема нашего сегодняшнего разговора. Мы ее проанонсировали. Это «Госпроверка-онлайн-сервис» подготовки к надзорным проверкам. Ну вот очень не любопытно, а что такое вообще сервис «Госпроверка»? То есть и это все перешло на онлайн, раз мы так заявили. Да, сейчас идет очень такая массовая автоматизация абсолютно всех сфер жизни. И в том числе это коснулось и такой направленности, как надзорные проверки. И «Госпроверка», почему мы говорим, что это онлайн-сервис именно подготовки к надзорным проверкам, а не просто компания, которая помогает готовить, или просто сервис. Потому что я не побоюсь слова сказать, что мы единственная компания, кто замахнулся на то, чтобы объединить IT и подготовку к надзорным проверкам коммерческих организаций. И мы внедряем автоматизацию на каждом шагу подготовки к проверкам. Условно «Госпроверка» — это сервис, к которому подключается малый и средний бизнес. Мы работаем в основном с этим сегментом, потому что надо понимать, что у крупного бизнеса, у промышленных предприятий есть свои штатные специалисты, которые очень хорошо во всем разбираются, они все и готовят свою организацию. И он не один, как правило, там целый штат, целый отдел. Мы работаем сугубо с малым и средним бизнесом, потому что малый и средний бизнес очень часто не может себе позволить нанять специалиста по охране труда, по пожарной безопасности, потому что это дорого, нету столько средств. И тут появляется такая потребность на рынке, как недорогой сервис, онлайн-сервис, как 1С для бухгалтерии, как аналог какой-то 1С «Вот мое дело» сервис, к которому бы подключился малый и средний бизнес, к которому подключился бы предприниматель. И, соответственно, не понимая, не разбираясь в надзорных проверках, тонкостях, в этих спецификах, а их там миллиарды, миллиардов, просто нажатием одной кнопки в интерфейсе этого сервиса, автоматически сформированы были бы все комплекты документов, все приказы, акты, протоколы, журналы. И уже при визите плановым, неплановым инспектора надзорного, неважно какой службы, потому что мы готовим и пожарную безопасность, и охрану труда, и Роспотребнадзор, и сейчас вот промышленную безопасность развиваем. Впоследствии экологический надзор, налоговые проверки, потому что, насколько мы считали, надзорных органов в России больше 20. То есть больше 20 надзорных органов могут, ну, единовременно они не придут, но больше 20 надзорных органов могут проверить такую среднюю крупную организацию. И поэтому госпроверка – это онлайн-сервис, которым подключается предприниматель, и, собственно, путем банального нажатия на одну клавишу формируется полностью весь спектр документов, которые у него проверят. Хорошо, с этим понятно. Давайте тогда пойдем дальше. Как это работает на практике и что нужно делать, чтобы воспользоваться, на мой взгляд, по крайней мере, вы сейчас меня убедили, что это очень удобный продукт, как вы сказали, одним нажатием кнопки. Очень удобно. Что нужно сделать? Очень все просто. К нам обращается заказчик, клиент. Соответственно, перечень данных, которые у него запрашивают, мы стараемся делать минимальным. Потому что если углублять клиентов в какие-то специфики планировки помещений, специфика систем пожарной безопасности и так далее, клиент даже иногда не знает, где эти данные искать. Он не понимает. Оно у него вроде стоит. Взять какой-нибудь отдельный стоматологический кабинет небольшой. Как правило, генеральный директор, учредитель, он же главврач, главный стоматолог в этой клинике, если мы берем маленькую, небольшую, не сетевую клинику. Ну да, к примеру. И он не знает, какие у него системы, как они называются. И мы стараемся так называемую анкету, опросник, делать таким образом, чтобы не думая, он просто автоматически, очень интуитивно понятно предоставил нам данные. Название компании, штатное расписание, штатную расстановку сотрудников. И уже от этого мы начинаем работать и формировать по нему всю документацию. У нас есть два направления, есть розница. Это когда заказчик не хочет на ежемесячной основе, чтобы мы сопровождали, он говорит, я сам закажу, вы мне какую-то гайд, инструкцию скинете, как дальше эти документы ввести, единоразово делайте, дальше я назначу ответственного кого-то, и он будет эти журналы заполнять, потому что вы объясните, как. То есть так тоже можно? Конечно, потому что мы понимаем, что бизнес не сильно хочет сейчас тратить деньги на это, на надзорные проверки. На особенно общеизвестных условиях. Да, потому что бизнес хочет сейчас тратить деньги на то, что привлекает ему новых клиентов, что даст ему новые деньги. И вы как бизнесмены это тоже понимаете? Да, прежде всего мы предприниматели, поэтому мы это все понимаем, и цены, которые мы даем в рамках розницы, они гораздо ниже, чем если бы клиент платил ежемесячно. Но если попадается заказчик, который говорит, нет, у меня достаточно денег на это, я выделю, я этим заниматься вообще не хочу, но хочу, чтобы было все достаточно грамотно, и ко мне никаких вопросов в надзорных органах не было. Тогда мы берем его на абонентское сопровождение, и на ежемесячной основе через этот же сервис наш оператор, сотрудник, специалист, в зависимости от какой надзорный орган, сопровождает нашего клиента. И, соответственно, для клиента это очень удобно, потому что он занимается своими делами, он занимается своим бизнесом и не погружается в надзорные проверки. Денис, скажите, абсолютно ли с любым бизнесом вы готовы работать? Для всех ли вы открыты? И есть ли такие клиенты, но за которых вы просто не возьметесь? Ну, на розничной основе, когда мы разово оказываем услугу, мы готовы работать с каждым клиентом абсолютно, неважно, какой у него сложности, объект, производство, пищевое производство, или это просто аптека какая-то, нет, нам неважно абсолютно в рамках розницы. А вот в рамках абонентского обслуживания не хотелось бы работать с клиентом, у которого такой еще правовой нигилизм в голове не отпустил, он достаточно в такой картине мира живет, где мы договоримся, мы все решим сами, то есть мы хотим в рамках закона действовать. То есть нам нравится, как такие относительные буквоеды, то есть закон есть, написан, и мы уже достаточно давно проверили, что если делать действительно все четко по закону, ну, один раз инспектор напишет пометку, второй раз инспектор, на третий раз он примет. То есть нету, уже давно в России вот это 90-е годы отходит, когда говорят, что мы договоримся с инспектором, в какие-то там с ним вступим договоренности, все это уже отходит, это уже очень в прошлое. Не стоит так делать. Не стоит, абсолютно, потому что если делать то, как регламенты и федеральные законы написаны, что касается документации, так уж точно все уже далеко вперед шагнуло, и в этом плане, ну, нам нравится, как в России все еще. Ну, а потом и штрафы-то серьезные за нарушения, которые повлекут за себя вот такие вот, да, в кавычках договоренности. Хорошо, расскажите, пожалуйста, о своей компании, как вообще давно вы работаете на рынке, и как вы пришли вот к этому онлайн-сервису, к вашей изюминке? С 2013-го это все началось, я тогда еще работал юристом, сразу после университета пошел работать юристом, без опыта, месяц, и мне генеральный директор подходит и говорит, ну вот, ты у нас новый, молодой специалист, у нас проверка через месяц в нашей компании. Это была юридическая контора. Соответственно, подготовил документы, чтобы не было, заодно покажешь, какой ты специалист после университета. А у меня был красный диплом, я думал, ну, я должен уже показать. Отличник, синдром отличника в голове. И подготовил комплект документов, пришел инспектор, и ни одного замечания. И потом инспектор после проверки говорит, а вы можете сканы сделать этих документов, я в отделение заберу, покажу своим коллегам. Как надо работать, да? Как сделали. Первый раз, говорит, такое вижу, это не самовосхваление, но это действительно была работа очень глубокая. Да, оценка. И, соответственно, инспектор сказал, ну, так как я проверяю весь объект проверки, это было здание бизнес-центра, и там другие офисы еще сидели, другие компании. Он говорит, ну, дайте другим компаниям, поделитесь, потому что тогда очень все грамотно сделано, у них не будет, к ним не будет вопросов. И мы бесплатно абсолютно подготовили весь бизнес-центр, всем соседям по офисам, другим компаниям сделали документы. И после этого пришла мысль у меня. Бизнес-идеи, да? Да, и у генерального директора, где работала компания юридическая, почему бы это не поставить как отдельное направление юридической услуги? И стали это развивать, и очень быстро наработали клиентов, и уже тогда обратились такие достаточно именитые крупные клиенты, и мы стали их готовить. Ну, хорошо, тогда попрошу рассказать о вашей команде. В вашей компании все такие отличники? И все достойны для подражения? На самом деле мы не любим работать с отличниками, мы любим работать с креативщиками. То есть нам нравится, когда у человека творческий такой подход, потому что отличник, он все равно скован какой-то парадигмой, какими-то правилами, стандартами и рамками. Нам рамки не нужны, потому что мы же замахнулись на огромную цель автоматизировать эту историю, это внедрить туда IT, внедрить туда вот как раз-таки даст бог со временем нейросистемы какие-то, потому что мы видим, как это можно все осуществить. У нас очень сильные программисты, очень сильные. И здесь вопрос, наверное, даже немножко про команду. У нас команда, это в основном отдел продаж, очень большой, серьезный отдел продаж. И у нас ребята с разных стран работают, у нас удаленные. Мы, наверное, стали на удаленную работу, перешли до того, как это стало мейнстримом, до ковида. Мы уже тогда выстраивали удаленную. И поэтому во время ковида мы просели всего лишь на 30%, но компания продолжала функционировать, потому что у нас все удаленщики. И до сих пор это так. У нас ребята с Казахстана, с Белоруссии, с Украины и с России. То есть работают на местах, да? Да, удаленно работаем. У нас нету великих издержек. У нас есть офис в центре Москвы на Садовнической, но у нас нету огромных издержек на филиальную сеть. Мы пошли, наверное, помоделить не для рекламы, да, но Тинькофф банка, у которого нет ни одного живого отделения. Ну это самый такой сейчас передовой IT-банк, платформа, да? И мы, соответственно, пошли по этой цепочке. Мы не развиваем какие-то живые представительства, у нас удаленные. Но у нас сейчас только начинают... Мы пришли к выводу, что все-таки офисы нужны, и мы начинаем их открывать сейчас. Вот, например, сейчас нам интересно пойти со временем в другие страны, в СНГ. Почему? Потому что там кодифицированная система права, не прецедентная, а кодифицированная, потому что прецедентная – это вот Англия, США, а кодифицированная. А когда кодифицированная, то очень похожая система, структура законодательства, и нам никакой сложности подготовить организацию по казахскому законодательству, либо по белорусскому, украинскому, абсолютно. Денис, периодически, уважаемые телезрители, появляется сайт «Электронная почта» компании «Госпроверка». Но вот скажите, пожалуйста, если вы сказали, что нет живых офисов, представительств, вот если касательно нашего города Самары, то каким образом с вами лучше связаться? И как понять малому бизнесу, ну, тому или иному направлению, вы приводили примеры, там, аптеки, парикмахерская, пекарня, неважно, что вы подходите, ваша компания и ваша уникальность этому бизнесу? Ну, мы тут даже в силу просто того, как позиционирует себя наш бренд, почему вообще «Госпроверка», потому что все виды надзорных органов мы включаем в себя, да, и как понять бизнесу, почему именно мы или подходим мы для решения его задач. Здесь очень все просто. Если хотя бы один вид надзорной проверки касается потенциального клиента, то ему стоит обратиться к нам, у нас есть сайт госпроверка.ру, он заходит, любой клиент может зайти туда, и там идет очень удобная навигация по виду надзорных проверок, он знает, клиент наш, как правило, знает, какая у него проверка, потому что по регламенту по 294-му закону о защите прав юридических лиц любой надзорный орган должен заблаговременно предупредить компанию, что у них будет проверка. Нельзя прийти день в день такого, недопустимо, потому что банально не успеет подготовиться к компании, государство это понимает. И, соответственно, клиент заходит на наш сайт, выбирает надзорный орган, который у него будет, ожидается, и уже там расписывается, какие документы ему нужны. То есть мы этой информацией делимся, мы ее не скрываем, мы говорим, что вот это, вот это, вот это, нужно подготовить в первую очередь, вот это во вторую, потому что там же помимо документации еще и помещение проверяется. Конечно, условия. Да, если пожарная безопасность в основном помещение, то есть документы 50 на 50, наверное, и помещение. Если охрана труда, это документы и рабочие места, уже какие условия труда у сотрудников. И все это мы расписываем. Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, да, условия, если это кухня, есть какие условия на кухне, санпин и так далее, и так далее. То есть мы это все объясняем. Клиент уже после того, как на нашем сайте оказывается, у него уже картинка складывается. Мы же все-таки айтишники, мы любим структурировать информацию, потому что если клиент зайдет, почитать федеральный закон, у него, ему очень тяжело это дастся, потому что дело не в федеральном законе, дело в том, что он не готов к такой юридической нагрузке, и он, соответственно, ищет упрощение информации. А мы как раз упрощаем, мы стараемся о сложном просто, а не красивом красиво. Потому что мало, наверное, красоты какой-то эстетической в огнетушителе. Ну, это все понимают, он красный, в чем красота. Мы стараемся это показывать с красивой стороны. Не просто для того, чтобы это маркетинг, как маркетинг упаковать, а именно, чтобы даже эстетически было в помещении красиво. Вот есть рестораны и гостиницы, которые очень сильно на дизайне зациклены. У них дизайн, клиенты, и они говорят, мы не хотим красный огнетушитель. И, соответственно, нами три года назад мы обращались в МЧС с разъяснениями, можно ли другого цвета. И тогда пошли вот эти хромированные серебристого цвета огнетушители. Нам дали ответ, что да, можно. И мы, соответственно, стали рекомендовать клиентам на такие хромированные огнетушители. С точки зрения дизайна вопрос идеально решен. То есть и пожарные безопасности подготовились, и дизайн не пострадал. Денис, скажите, пожалуйста, вот как планируете дальше идти, как проект, вот все-таки какие дальнейшие цели? И вот у меня еще здесь к вам вопрос. Все-таки как пройти проверку без штрафа? Ну, сначала о целях. Цели у нас достаточно определены уже с начала года. Мы планируем, стараемся на трехмесячное планирование у нас идет, куда мы идем. И мы где-то покрываем сейчас в день, у нас подключается, если бы там даже про родницу говорить, мы пропускаем сейчас достаточно большое количество клиентов, и в день становятся новыми клиентами где-то 30-40 компаний. Ну, это много. По всей России. Да, мы работаем по всей России, в любом субъекте. То есть если мы, у нас специалисты есть в каждом субъекте, то есть который может прийти на объект клиента, провести аудиторию. Да, вот опередили мой вопрос, ну как можно подготовить документы, не видя помещения, оборудования, людей, сотрудников? Однозначно, для того, чтобы оценку сделать, такую глубокую, наш специалист, в любом, абсолютно, неважно какой город, город, ладно, есть города-миллионники, мы их уже давно покрыли, то есть мы там присутствуем, интереснее, когда удаленный какой-то населенный пункт, мы даже туда добираемся, то есть выезжает специалист, приезжает на объект, если это для оценки рабочих мест, охрана труда, мы говорим, он приезжает с оборудованием, делает замеры, светимость, освещенность рабочего места и так далее, делает полный аудит, сканирует объект, сканирует все производство, если это производственное предприятие, и уже на основании этих данных мы начинаем готовить. При этом есть часть документации, когда объективно не требуется выезд, опускать клиенту пыль в глаза мы не хотим, потому что мы говорим, очень прямо всегда разговариваем, в этом, наверное, какая-то линия успеха идет. Если не требуется выезд, зачем брать с клиента, ведь выезд это деньги, это надо оплатить этого специалиста. И оплачивает клиент, всегда оплачивает все клиент, зачем брать с него деньги, если мы говорим, вот эта часть документации, вам не нужен выезд, нам достаточно штатное расписание, документы на компанию, документы на объект, планировки, системы, мы все это сканируем уже удаленно, даже можем сделать, да, и клиент, почему клиенту удаленно иногда очень интересно, потому что, если вопрос скорости для него стоит, у него, у нас очень часто обращается, когда проверка завтра. То есть он тянул-тянул, и завтра в обед к нему приходит. Да я уверен, что ни одна компания... То есть из-за таких беретесь даже? Ни одна компания не способна за такую задачу взяться, они будут как-то пытаться такого клиента отказать ему, не работать с ним, мы беремся. К нам бывает обращаются в воскресенье, и в понедельник документы утром у клиента на почте электронной, он их распечатывает, подписывает, приходит инспектор в 11 часов утра, все готово. Это объясняется тем, что вы готовы, ну, не бороться, наверное, синоним какой подобрать, за каждого клиента, либо все-таки у вас настолько профессиональный штат специалистов, что вы успеете всегда и вовремя. Тут, наверное, и первый, и второй, еще третий можно добавить. Мы действительно готовы бороться за каждого клиента, у нас штат специалистов, и третье, мы все-таки, буду постоянно это подчеркивать, айтишники. Мы автоматизацией занимаемся, у нас достаточно быстро все происходит просто за счет того, что мы исключаем человеческий фактор и добавляем туда компьютерных алгоритмов. Это позволяет действовать очень быстро. То есть бывает, что есть банальная задача, вордовский файл какой-то, там документы, приказы внутренние, внутренние локальные нормативные акты, нужно заменить резко ответственно, потому что уволился сотрудник у клиента, завтра проверка, новый сотрудник еще везде не фигурирует в документах, кто-то сидит вручную в ворде, стирает, все мы знаем, как в ворде мы печатаем, стирает, напишет нового сотрудника. Для нас это задача 12 секунд, просто потому что есть алгоритм, который все это заменит. А для клиента очень важна скорость в таких ситуациях. Конечно. И поэтому мы очень в этом плане достаточно быстро. Денис, вы сказали, что вы честная компания, открытая. Скажите мне тогда честно, бывали ли случаи, когда вы предоставляли документы и компания не проходила проверку? Бывали. Бывали. Это было не оправдываясь, не по нашей вине. А когда есть в документах, есть статичная сторона, за нее мы очень уверены. И за последние годы вообще ни одного замечания у инспекторов. И у прокуратуры в том числе, потому что иногда и совместные проверки проходят. Прокуратура, МЧС, прокуратура, охрана труда. Ни одного замечания. Замечания были тогда, когда то, что мы клиенту говорили делать, заполнять какую-то динамическую часть журнала инструктажей, сотрудников, что они прошли инструктаж, не заполнялось. И тогда были замечания. Но опять же не к вашей работе, да? Не к нашей работе, то есть просто на месте не сделали. А так по нашей части бывают какие-то... Вот есть такой институт юридический, пожарная декларация. И она регистрируется на объект защиты, на здание, на помещение, сооружение в МЧС. Это как паспорт объекта, данные об объекте. И бывает, что мы подаем за клиента на регистрацию. И как по каким-то... Иногда мы понимаем, инспекторов проверяющих абсолютно правильно все они делают. По каким-то формальным причинам не могут отказать, что где-то запятая не указана, где-то адрес какие-то формальный. Но в плане экспертности никогда вопросов не возникает, потому что мы прям отслеживаем нормативку, чтобы всегда все соответствовало. Поэтому таких вопросов не бывает. При организации нового бизнеса, при стартапе, скажите, важно ли заранее позаботиться о компании, которая будет осуществлять госпроверку? Ну, то есть наладить контакты, предварительно начав свой бизнес. Насколько это вообще важно, осуществление и проведение и ведение проверок? Ну, вот как человек организовывает бизнес, нанимает же он персонал, бухгалтеров и так далее, да? А вот с вами насколько важно сотрудничество? Здесь я бы, наверное, так ответил. Лучшее... Вот есть такое понятие, оно такое простонародное. Новореги. Это вновь зарегистрированы организации, юридические лица ИП. Каждый день регистрируется очень много ООО, АО, ИП и так далее. И, как мне кажется, если ты открыл бизнес, лучше сразу, с первых прям дней начинать все это делать, потому что потом будет очень просто. Пока ты бизнес открыл, у тебя один-два сотрудника. Потом ты штат расширяешь, специалисты расширяются, бизнес растет. И если ты с первых моментов документацию ведешь, ты можешь банально спать спокойно. Потому что, объясню, если произошел несчастный случай, неважно, что за объект, вплоть до того, что это просто какой-то, не знаю, где сидит два человека в офис. Если произошел несчастный случай, всегда отвечает единоличный исполнительный орган, тире, генеральный директор. Тире, он же всегда, как правило, учредитель, основатель. Редко там, ну, бывают наемные директоры, но у малого и среднего бизнеса, в основном, это всегда основатель, учредитель. И он всегда отвечает за несчастные случаи. И тогда проверки не избежать. Более того, не избежать проверки, это ладно, штраф-то он по КАП, по административному кодексу заплатит, но есть еще уголовный кодекс, для него лично персональный уже начинается. И здесь мы, наверное, больше работаем, да, на бизнес, но больше мы отстаиваем интересы самого основателя, самого генерального директора, потому что по закону всегда он за все ответственный. И даже если он ответственного сотрудника назначил, вот бывает, заходишь в помещение, ответственность за пожарную безопасность, такие наклейки, все равно конечная ответственность только на генеральном директоре. Поэтому моя рекомендация, как только ты открыл бизнес, сразу все это начинать вести, потому что потом это будет все на автопилоте. А когда ты отработал три года и вспомнил, что надзорные органы, давайте подготовим, мы, конечно, и здесь подключимся, все сделаем, но, как правило, все достаточно больше. Ну, хорошо, тогда скажите мне, пожалуйста, а есть ли, вообще, как часто проходят такие проверки, плановые, внеплановые, да ну вот смотрят нас сейчас, предприниматель скажет, да ладно, ко мне не приходили и не придут. Зачем мне это нужно? В 90% случаях компания не знает, что у нее в этом году проверка. Потому что редко кто-то заходит на сайт Генеральной прокуратуры и по ННН проверяет, а у него будет вообще проверка. Да редко вообще кто это отслеживает. Да редко вообще кто это знает. 90% к нам обращаются по факту. То есть все, уже он узнал, а откуда он узнал, уведомление к нему пришло на юридический адрес, что будет проверка. Никто не знает, они не отслеживают. Как правило, малый и средний бизнес не отслеживает это. Поэтому здесь именно рекомендация такая. Каждый год в январе публикуется, в декабре уже согласовывается, в январе публикуется на всех надзорных органах, на сайтах план проверок. Всегда по ННН себя проверять. Но лучше на сайте Генеральной прокуратуры, потому что там ты все виды проверок сразу видишь. Кто тебе придет, что будут проверять, почему будут проверять. Как часто проверяют, в зависимости от сложности объекта. В основном это раз в три года плановая проверка. Есть кого-то проверяют раз в два года. Кто это, кто-то. Это когда опасный объект. Группа риска высокая. Это производственные, как правило, сложные такие объекты. Их проверяют раз в два года. Могут и каждый год проверять. Внеплановая проверка, там причины, они все прописаны, все причины. Но хочешь так и сказать, миллионы-миллионов причин. Сотрудник увольняешь, спор возник. Сотрудник говорит, я не согласен, что вы меня увольняете. Почему это вдруг? Все пишет заявление. Минтур приходит неплановая проверка. Вроде казалось бы, спор сотрудникам, трудовой спор, банальный трудовой спор, но проверять будут все. Даже то, что не касается этого сотрудника. Проверять будут абсолютно все. И специальная оценка условий труда, соут, сделанные нет и так далее. А если выявят что-то, не касающееся инспекции труда, они могут в межведомственном порядке сообщить в пожарный надзор, сказать, мы пришли с проверкой, увидели, что оказывается у них еще и вот этого нет. И приходит другое, другое надзорные органы. И все правильно делают, потому что, ну, горят же объекты, горят. Когда просто у бизнеса зачастую такое отношение, что, ну, когда случится, тогда случится. Но когда случается, если документы, вот мы на документы акцент делаем, если все велось, инструктажи велись, работодатель обо всем позаботился, никакой к нему персональной ответственности. За что? Если он все соблюдал, все выстроил и даже какие-то несчастные случаи или пожар возник, кто-то пострадал, угроза жизни и здоровью, к работодателю в таком случае нет вопросов. Если инструктажи проведены, все уведомлены, все велось, все системы работают, какие к нему могут быть вопросы, тогда это просто уже становится как несчастный случай. Но 95% никаких документов никогда нет. Сотрудники не проинструктированы, никто не знал, куда бежать при пожаре. Поэтому всегда кого приглашают в случае расследования, причин пожаров, несчастных случаев, всегда генерального директора. Ему даже иногда нечего принести, ни приказов, ни журналов, ни инструкций, ничего нет. И вот всегда в последний момент. Поэтому мы говорим, что всегда лучше профилактически. Лучшее лечение заболеваний этого профилактики. Это как вовремя заплатить налоги. Всегда спишь спокойно, так лучше. Ой, Денис, очень интересно с вами беседовать. Очень вы грамотный специалист. И вы вселили в меня уверенность совершенно точно, что ваша команда такая же. Спасибо вам за очень интересную беседу. Но прежде чем с вами попрощаться, все-таки хочу предоставить вам заключительное слово. Это по традиции нашей программы. Все-таки почему стоит сегодня выбирать компанию «Госпроверка»? «Госпроверку» стоит выбрать потому, что мы одна из немногих, очень немногих компаний, кто в договоре на оказание услуг дает гарантию, что в случае штрафных санкций, если мы работали заказчиком, штраф заплатим мы полностью. Вторая причина, потому что мы стараемся подбирать и подбираем специалистов с большим опытом, не просто как специалистов, а зачастую, чтобы они имели опыт в прошлом и работы в надзорных органах, чтобы они знали и эту правду жизни, и эту правду жизни. Мы стараемся подходить клиенту таким образом, чтобы клиент минимально в ходе работы с нами вообще задавал какие-то вопросы, а как это, как то. Мы действуем всегда под ключ, не задавая излишних вопросов клиенту, мы лучше сами выйдем на объект и все отсканируем, все возьмем. Ну и самая главная причина, почему с нами стоит работать, у нас молодая команда, и мы идем в ногу с автоматизацией, с информатизацией, и сейчас все надзорные органы переходят в электронный документооборот с этого года, с июля, очень многие идут на электронный документооборот, и мы как раз строим ту самую цифровую платформу для надзорных проверок, где клиент будет в электронном виде, вплоть до того, что он будет всю отчетность подавать, как, по примеру, 1С для бухгалтерии, подавать в электронном виде. И для клиента не будет никогда вопросов, что если документы утрачены, потому что они в печатном варианте, они всегда хранятся у него онлайн, в облачном сервисе, в электронном виде, и они никогда никуда не денутся, никогда не пропадут, это прямо на века. Спасибо вам большое, вы сказали фразу, да, известную, заплати налоги и спи спокойно, а обратись в компанию госпроверка и живи спокойно, да, вот я вам придумала лост. Спасибо вам большое, всего хорошего, до свидания, вы смотрели программу Город С. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова